Мы продолжаем нашу рубрику «Большая семья. Тверская традиция. Приуроченную году семьи». На этот раз наша съемочная группа отправилась в Калининский округ, в Бурашевское сельское поселение, чтобы познакомиться с творческой семьей Хомяковых-Яковлевых. Многодетные родители воспитывают четверых детей, каждый из них одарен по-своему. В этом вы сможете убедиться в следующем материале выпуска. Сергей – старший сын Марии Николаевны. Он живет в Твери, работает в Росгвардии. Приезжает в гости нечасто. И в этот раз его приезд стал приятным сюрпризом для брата, сестер и, конечно, мамы. Мам, я заехал домой, а у вас нет. Вы, как обычно, в клубе. Я вас нашел. Конечно, Сереж. Привет, спасибо, что приехали. Все дети Марии Николаевны очень творчески поют, танцуют. И это неспроста. Многодетная мама сама с детства любила открывать в себе новые творческие стороны. В зрелом возрасте устроилась работать в местной ДК, где все свое время посвящает сельским ребятам и, конечно, творчеству. Младшая дочь занимается танцами и вокалом, участвует в региональных и всероссийских конкурсах. Чтобы больше времени уделять творчеству, приходится просить помощи у старших для выполнения школьного домашнего задания. И без взаимопомощи в большой семье никак. Сестра мне помогает ставить умножение, потому что математику я, можно сказать, полный ноль в ней. Брат со мной играет, ездит на велосипедах тоже, гуляет. Когда они уезжают к бабушке, я одна и сам. Уже становится грустно. Да. Поэтому расставаться они не любят, а время, проведенное вместе, считают бесценным, веселым и очень познавательным. Например, старшая сестра приобщила младшую к рукоделию. В 12 лет Лиза открыла свою творческую мастерскую «Лиза. Научи». Спустя время оформила свой проект и решила принять участие в конкурсе «Новые искатели». Выиграла, получила грант. Теперь бесплатно обучает всех желающих детей новым техникам. Мне пришла в голову мысль о том, что я могу научить ребят тому, чему научили меня. То есть это работать с полимерной длиной, шить, валять в разных техниках. Вещи, произведенные своими руками, они очень интересны. Все, кто приходит, после каждого занятия они уходят домой с готовыми изделиями. И вот сейчас полностью ребята занимаются бесплатно. Творческие в семье и мужчины. Степан занимается вокалом и актерским мастерством, а отец прививает юноше другие навыки. Папа у нас в основном пропадает в своем цеху, который он сам построил. Делает разные станки под заказ. Я в этом цеху работаю. Моя младшая сестра помогает папе, то есть она убирается в цеху. У меня папа обучает работе на разных станках. Самому мне очень нравится на них работать. Я иногда папе помогаю с его заказами. В большой семье скучать не приходится никому. Вечером с папой на работе, утром с мамой надо успеть сделать дела по дому. Убраться, приготовить еду всем вместе. В многодетной семье, поверьте, маме однозначно легче. Вот мы сегодня утром быстренько собирались. Один режет лук, один быстренько трет морковку. Я сказала, дети, за полчаса нам надо сварить суп, и мы бежим с вами в клуб. Дети в многодетной семье никогда не бывают эгоистичными, потому что тут все равно надо чем-то делиться. И самое главное, детям интересно, потому что ведущая деятельность у всех детей в детстве – это игровая. Если у тебя есть старший брат, он всегда с тобой однозначно поиграет. Главный секрет этой многодетной семьи заключается в любви ко всему, что их окружают. К своим родным, к делу, которым они занимаются, к творчеству. Они еще раз доказывают, что многодетная семья – это главная опора друг друга. И большое счастье, которого хватит на всех.